то там все машины заезжают в эти ворота сейчас санька заезжал саня привет передай друзья всем привет по каштанчику решил его оставлять себе но дело вообще не в каштане и дело вообще не в себе так значит по сараю ролик будет в среду сегодня у меня внеплановый ролик сопли особо возить не буду рассказывать 5 10 тоже не буду буду по конкретике так что ролик досматриваем до конца чтобы потом не возникало вопросов а что так а сколько а как а зачем и так дальше и тому подобное поэтому вникаем кому интересно значит смотрим вот этих именно свинюх породы пьетрен у меня было 10 штук здесь часть и части отсадил потому что не ваза одного из них мы вот буквально на днях пустили на мясо то есть кольнули взвесили узнали какой вес и продали продали мясом но дело не в мясе я вычислял эти поросята рождены 16 числа 16 сентября был опороз я подержал там месяц и может там с небольшим месяц небольшим со свиноматкой и отключил их от свиноматки начал кормить в то время как я их начал откармливать я начал с первого дня считать корма сейчас я вам покажу список где я писал все корма сколько уходит кормов сколько я насыпал все время на на записывал каждый момент когда им сыпал в эту кормушку я это все записывал поэтому я высчитал сколько надо корма вот мы взвесили того кабанчика который у нас пошел на мясо он вышел весом 134 килограмма и он я скажу он был короткий но такой-то хорош уже короткий но сбитый а эти и такие короткие и длиннее но худее то есть вес примерно тот же самый ну хотя вот как этот вариант это наверное и побольше будет вес это тоже длинная вот длинная ну короче а так то есть 134 килограмма всего веса получилось кабанчику корм останавливаем считать сейчас я вам покажу сколько ушло корма сколько они съели от начала до конца до этого веса что их можно пускать на мясо сколько ушло форма за шесть с половиной месяцев порода пьетрен пьетрен повторюсь нечистый это повесть пьетрена свинка киевская генетика и хряк мой пьетрен своим хряком крыл вот такие вышли поросята и вот такая вышла генетика генетика хорошая поэтому растут хорошо за шесть с половиной месяцев такие кабанюра это очень ну не супер пупер прям может у кого-то лучше но у меня такой результат и я им более чем доволен то есть считаю это хорошие результаты в моем подсобном хозяйстве этих я отсадил но чтоб больше места им потому что здесь убрать уже нереально одного убрали сейчас девять штук осталось поэтому вот так показываю сколько съели и сколько ушло все конкретно четко ясно и понятно дюрков уже нету ролик тоже в среде в среду будет насчет дюрков я там еще отвозил одного на дом покажу тоже все дюрков нету сейчас убираем дезинфицируем все вычищаем и следующую партию как будет будем запускать вот этот хряк мой петрен которым покрыта была свиноматка поэтому поросята такие типа типа нечистый петры пользовался на старте поросят как они были при свиноматке белков витаминно-минеральной добавкой водолага фирмы водолага давал предстарт и потом пошло старт гровер ну и финиш пользовался нашей добавкой без всяких там химикатов то есть хорошая добавка рекомендую ну вы и так видите как свиньи у меня растут поэтому доказывает распинаться разрываться смысла нету подсчет кормов я остановил он дошел почти до плитки уже это я записывал дюрку маленьких но я их продал так вот они 10 штук родились 16 сентября и пошел старт и пошло 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 получилось у нас по 10 штук посту но я считаю 134 килограмма 10 штук 10 штук вот вес 10 штук я взял по одному там хотя если больше и меньше то есть я взял поэтому одному веса всего в 10 штуках на данный момент в 6 половиной месяца то на 340 веса живого то на 340 корма не съели вот это мы все посчитали сами пересчитывали три раза вот перед съемкой видео корма съели 2 тонны 908 килограмм расход корма значит расход 2 тонны 908 килограмм делим на общий вес который в 10 штуках то на 340 и получаем 2 килограмма 170 грамм на живой вес прироста то есть корма мы тратим два килограмма 170 грамм чтобы вырастить один килограмм живого веса и тут я написал итогу 270 на 1 килограмм живого веса то есть две но это понятно 2 2 килограмма 170 грамм на 1 кг живого веса то есть поросенка чтобы выкормить такого как у меня 134 килограмма это нормальный вес ну хотя уже с передержкой он хорошо растет до 110 115 килограмм даже до 105 быстро потом замедляется сейчас еще медленнее будет но я их там оставляются на свиноматке то 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 все я и сейчас уже так кормить не буду это вот поросенок сто тридцать четыре килограмма как мы кольнули предыдущее видео зайдите посмотрите там и веса и вешивали все есть сто тридцать четыре килограмма берем на два 170 то есть два килограмма 170 грамм корма на 1 килограмм выходит 290 килограмм я потратил корма от начала до закова поросенка то есть от поросенка до того как пустили его на мясо сто тридцать четыре килограмма я потратил на него одного двести девяносто килограмм готового корма я считать не буду что я покупал корма по 2 гривна тонну прошлом году по три по четыре этого я считать не буду ну то уже тоже лично мое там сколько у меня выходит два килограмма 170 грамм сколько по деньгам у меня недорого моем случае и вот ответьте мне пожалуйста на вопрос нужен ли мне гранулятор с такими результатами я думаю нет лишний головняк лишняя головная боль лишние затраты времени так дальше вот у меня без всяких грануляторов без всяких там супер-пупер все по обычному 290 килограмм 290 это я знаю что есть им хватает 240 килограмм 250 у меня 290 ну да не супер-пупер но результат очень хороший с моими ну грубо говоря с моей генетикой с моими условиями с моим кормлением у меня нету там пшеницы ячмень кукуруза у меня бывает одна пшеница то сейчас появилась ячмень пшеница то есть я и горох добавляю горох потому что я гороха набрал по 2000 за тонну прошлом году и у меня еще есть до сих пор поэтому то есть у меня нету правильного рациона у меня неправильный рацион я даю все то что есть и добавляю на старте пред старте и гровере бмвд водолага его много кто знает то есть пользуется спросом отзывы хорошие за это бмвд и вот я взял 10 штук от начала до конца посадил их полностью уже отдельно от свиноматки и начал все записывать все записывать вот со старта и пошло пошло пред старта я потратил 10 килограмм всего пред старта на выводок пошло 10 килограмм потому что не очень плохо ели пред стартом с 10 дня я на них потратил пока они были при свиноматке всего 10 килограмм а это все старт вот у меня а это я перешел на гровер и пошло 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 это у меня записано парус но это я для себя у меня был тогда парус и пошло 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 я начал записывать 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 вот так и мы станем все посчитали четко три раза и все даже саня не понимая в свиноводстве говорит это очень хороший результат да так ну грубо говоря он 900 килограмм на 3 головы ну не то на чем-то как раньше кормили 900 килограмм на 3 головы но это я доживу увеличил то есть на одного поросенка от начала до конца до 134 килограмм вам надо 290 к форму все время задают вопрос сколько надо чтобы вы кормить хорошо хорошего поросенка ну вот более-менее нормальный вам надо 300 килограмм я округляю корма затрата понятно 2 килограмма 170 грамм на кг живого веса вот и так 2 170 на килограмм ну кто понимает тот понимает кто и я так стараюсь объяснить для тех кто не понимает но это все идет с предстартом стартом гровером то есть везде добавлял белковую добавку нашу которую мы сами производим киевская область село плахтянка на заводе вот так прошу любить и жаловать новый результат 290 кг на 1 это было бы меньше это я затянул 134 надо было взвешивать когда 120 было то и хватит останавливаться и считать тут было бы меньше это будет правильно они хорошо стартуют до сотни до первой сотни а дальше замедляется поэтому и все комплексы сдают на мясокомбинаты на колбасни с весом 110 115 килограмм я уже не раз разговаривал приходит 110 115 килограмм даже 90 бывает потому что они хорошо растут и затраты меньше корма ну я чуть передержал все равно как есть так и показывают поэтому друзья всем спасибо за внимание сделали тест так сказать тестировку от начала до конца сколько съели 10 10 штук 2 тонны 908 килограмм сейчас у них веса было 1340 килограмм но уже одного нету кстати и 2 заказали все вот это да всем пока всем счастливо а мы с санькой дальше в бой борька саньку укусил так а зашу заляжку да ну и куда укусил за яйцо сани укусили за это ну ничего так что друзья такие результаты и вот вам с уважением водовара то есть делал все для вас показать вам не хорошо ты записываешь на дверях то на дверках а потому что у меня вот здесь лежит всегда маркер я ведра заколотила туда и мне не надо бежать куда-то в тетрадку записать или на листик мне очень удобно я в рукавицах весь грязный выношу ведра остановился взял маркер записал поэтому мне тут удобно я ничего не пропустил а если бы записывал где-то в тетрадке на листику то да что так не записал а это я все четко записал вот так пока